Как это работает? Часть вторая. Мы снова с вами. Если вам нужны новые шины для вашего автомобиля или грузовика, и вы хотите сэкономить, подумайте о покупке восстановленных или переработанных шин. Восстановленные шины — это изношенные шины, на которые на заводе ставятся новые резиновые протекторы. Переработанные — это практически заново изготовленные шины. Эта компания специализируется на переработке шин для коммерческих грузовиков. Эта изношенная шина называется каркасом. Это ее поперечное сечение. Стальная стержневая арматура под названием «борд» не будет заменяться. Но большая часть резины вокруг нее будет, вместе с большой частью протектор. Стальные брекеры под покрышками, вот эти точки, останутся на месте. Процесс переработки начинается с внимательного изучения каркаса, чтобы выяснить, можно ли вообще перерабатывать эту шину. В расчет берется возраст и наличие заплаток. Они изучают стальные компоненты и проверяют, нет ли ржавчины. Если корпус проходит проверку, его передают к шлифовальному станку. Там острые лезвия, крутящиеся на высокой скорости, снимают большую часть изношенного резинового протектора. Шлифовальный станок подготавливает поверхность, чтобы новая резина держалась хорошо, и могла выдержать трение на дороге. Каждую шину отшлифовывают примерно за 6 минут. На корпусе оставится около 2,5 миллиметров протектора. Затем они используют нож для срезания тонких слоев, чтобы убрать все шероховатости. Резиновая шина, как лобовое стекло на машине, даже малейшая трещина может распространиться дальше. Ее надо убирать. Далее проблемные области обрабатывают шлифовальным камнем. Затем еще раз повторяется процедура шлифования на боках корпуса. Но используется менее абразивный шлифовальный камень, поскольку с боков не обязательно проводить столь агрессивную обработку. В отличие от зоны протектора, они не будут подвергаться действию дорожного трения. Теперь, используя дрель, рабочие убирают грязь и ржавчину с каждого участка. Затем они снова обрабатывают участок при помощи точильного круга, чтобы резина, которую они будут накладывать, держалась надлежащим образом. Теперь они приклеивают заплатки с внутренней стороны при помощи резинового клея, заглаживая все воздушные пузырьки роликом, чтобы обеспечить полное прилегание. Теперь рабочие могут начать восстанавливать шину. Они подают резиновую ленту на машину, которая называется экструдер. Вначале она нагревает ленту, делая ее мягкой. Затем ее оборачивают вокруг корпуса, наносят от двух до четырех слоев, в зависимости от того, насколько толстая шина нужна покупателю. Это зависит от нескольких факторов, например, от необходимой силы трения и от того, где будет ездить машина, по городу или на большие расстояния. Теперь они наносят по бокам более широкую резиновую ленту, от одного до трех слоев. Выбор, опять же, зависит от толщины, необходимой покупателю. Используя перфорационный ролик, они выпускают скопившийся воздух. Таким образом, слои плотно прилегают друг к другу. Теперь они сбрызгивают шину резиновой пудрой остатками после шлифовки. Таким образом, шина не будет прилипать к матрице. Матрица состоит из секций, позволяющих ей открываться настолько, чтобы в нее поместилась шина. Обратное тиснение внутри позволяет напечатать на шине название перерабатывающей компании. Матрица выдерживает давление до 100 килограмм и температуру 160 градусов Цельсия. Таким образом, срастаются молекулы старой и новой резины. Происходит химическая реакция, называемая полимеризацией. Как только матрица закрывается для начала процесса, в трубу поступает воздух и пустота наполняется. Таким образом, создается обратное давление, шина не лопается. Этот процесс занимает от часа до часа с четвертью на одну шину, в зависимости от ее толщины. После извлечения шины рабочие удаляют швы и лишние резины при помощи специального гребня. В зависимости от типа и размера восстановленная шина стоит на 30-60% дешевле новой. Теперь восстановленную шину можно ставить на машину и экономия налицо.